МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кристина Арбакайте впервые сама рассказывает о своей беременности, которую она скрывала больше пяти месяцев. С ней тоже какая-то капризная или вредная. Просто из, да, так скажем, ну, суеверия. Дочь Примадонны вовсю готовится к родам и утверждает, что нисколько не боится. Я уже два раза это проходила. Где появится на свет ребёнок Кристины Арбакайте? Врача вызывали, да. И правда ли, что у Аллы Пугачёвой наконец-то родится долгожданная внучка? На карьеру-то никак не отпечатывалась с негативной стороны. Кристина Арбакайте больше не скрывает своего интересного положения. Дочь Примадонны на шестом месяце беременности и надевает облегающие наряды, которые подчёркивают её формы. У меня замечательная, отлично. Певица признаётся, сейчас её мысли только о здоровье будущего ребёнка. Поэтому она соблюдает все рекомендации врачей. Ой, я столько сейчас пью витаминов, о! И старается почаще отдыхать. Надо просто высыпаться. Если не успеваешь там за ночь, можно попробовать днём там, или ещё, или в дороге, в пробке. Вот такой способ высыпаться, отлично. Алла Пугачёва стала больше уделять внимание дочери. Она следит за её питанием. Прекратительная формальность. И отдаёт ей всё самое вкусное. Кристине Арбакайте 40 лет. По меркам врачей, это опасный возраст для родов. Могут быть осложнения. Но певица уверена, она справится. Я уже два раза это проходила. Сыновья певицы, 13-летний Дени и 20-летний Никита уже знают, что скоро у них родится брат или сестра. Мы за маму рады? Очень рады. Очень рады? Счастливы. Никита Бресняков специально прилетел из Америки, чтобы поздравить свою знаменитую маму. О её беременности ему сообщила бабушка Алла Пугачёва. Мне вначале сказала бабушка, но потом я уже позвонил. Поздравляю. Ну да. Уже несколько лет старший сын Арбакайте живёт в Нью-Йорке с девушкой Аидой. Она родом из Казахстана. Свадьба будет? Не будет как подняться? Конечно будет, но пока не знаю, как будет. Никита познакомил Аиду со своей бабушкой Примадонной и мамой. И теперь в Россию влюблённые прилетают вместе. Ну минимум раз в год. Это зимой, летом. Водим цветом. В этом году Никита Пресняков закончил киноакадемию в Америке. Теперь он дипломированный режиссёр. Снял боевик интереснее, всё-таки там начали пребываться. Полностью самому, чтобы не было никакой посторонней помощи. Потому что здесь, что бы ни делал, люди, мне кажется, до конца будут всегда считать, что это не я. Никита признаётся, он хочет, чтобы мама родила ему сестру. Алла Пугачёва тоже мечтает о внучке. А муж Кристины о своих желаниях вслух не говорит. Сейчас он повсюду сопровождает беременную супругу. Они женаты уже шесть лет. И это будет первый ребёнок Михаила Зимцова. Я хочу девочку. Он вообще не хочет вообще на эти темы разговаривать. Хотя Кристина Арпакайте уже точно знает полребёнка и сообщила об этом самым близким, заявить на всю страну, кто же всё-таки родится, мальчик или девочка, певица не решается. Не хочу, я честно говоря, из разных там убеждений, да, у нас семья такая достаточно придерживающаяся традиционных таких взглядов у бабушкиных. Вот, поэтому мы не любим его распространяться. Кого Бог пошлёт, всех мы любим, всех примем. Алла Пугачёва тоже хранит тайну дочери. Мальчик или девочка? Мы поговорили. Спасибо большое. Арпакайте, несмотря на беременность, продолжает петь и танцевать. По словам певицы, именно хореография помогла ей сохранить стройную фигуру после двух родов. У меня тогда был грубной ребёнок, прям крылья вырастают за спиной, что ты тренируешь вместе со всеми, хорошо. Уходить со сцены в декретный отпуск Кристина Арбакайте не собирается до последнего. Она уже на шестом месяце беременности, но до сих пор гастролирует по стране. А её мама, Алла Пугачёва, пообещала дочери помогать во всём, когда родится ребёнок. И, конечно же, рассчитывать на себя, на свои силы, на всё, что с этим связано. По срокам певица должна родить в марте. Но Кристина Арбакайте ещё не решила, где это произойдёт. В Америке, откуда родом её муж? Или в России у семейного врача? Не знаю, нет, как получится, я не хочу загадывать. У меня хороший опыт, ребят. Редактор субтитров А.Сёмкин